Для российских командиров жизни россиян ничего не стоит. Им просто нужно заполнить пустые места, оставшиеся после убитых, раненых, сбежавших или попавших в плен российских солдат. Так причину объявленной в России мобилизации объяснил президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому единственный способ выжить – не попасть на украинский фронт. Объявленная в России преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России мобилизацией. Поэтому сейчас ключевой момент для вас всех – время, когда решается, закончится ли ваша жизнь. Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным. И еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия. Избежать призыва и защитить свои права россиянам помогают общественные организации и объединение юристов. Их список вы видите на экране. Но адвокатам, которые помогают уклонистам ВНК Москвы Виктор Щепелов, пригрозил лишением лицензий и уголовной ответственностью. По какой именно статье Уголовного кодекса их планируют привлекать, ВНК не объяснил. В связи с тем, что ни конституция, ни законы в Российской Федерации не работают, как я уже говорил, то я не удивлюсь, что адвокатам отнимут лицензии и они не смогут выполнять свой профессиональный долг. Но опять-таки в этом ничего удивительного нет. Репрессивное государство выпускает репрессивные законы и просто перемалывает людей с альтернативной точки зрения. Легальный способ не попасть на войну в Украине – направить заявление в военкомат. Лучше по почте, а не лично. Сославшись на пункт 3, 59 статьи Российской Конституции. Она гарантирует всем гражданам Федерации замену исполнения воинских обязанностей гражданскими в случае наличия у них убеждений, которые противоречат военной службе. Но гарантии, что просьбу одобрят, нет. Поэтому более надежный путь – просто не получать повестку. Можно посоветовать призывникам или мужчинам на сегодняшний день, но, наверное, какие-то сейчас действенные советы следующие – это не жить по месту прописки в первую очередь, вообще не подписывать никакие бумаги, потому что если не подписано получение повестки, то, соответственно, будет там возможно только административное наказание, но физически вас не имеет права призвать. В России за неявку в военкомат грозит административная ответственность, штрафы. Уклонисты же могут осудить на срок до двух лет лишения свободы. Однако есть и уважительные причины – болезнь или травма, тяжелое состояние здоровья близкого родственника или обстоятельства, которые не зависят от воли гражданина. После объявления о мобилизации россияне штурмуют границы с Грузией, Казахстаном, Финляндией и Монголией и выстраиваются в огромные очереди в аэропортах. Какими будут долгосрочные последствия для тех, кто выехал за границу, пока сказать трудно, но важно другое – в ближайшее время до них точно не дотянутся длинные руки военкомов. Однако времени выехать остается немного. Россия может закрыть границы. Мужчинам мобилизационного возраста после референдумов запретят выезжать из России. Но якобы можно будет уехать по справке из военкомата. Будет подобие выездных виз. Для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата. Из публикации издания «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ. Если избежать мобилизации не удалось, единственный способ выжить и не стать военным преступником – это сдаться в плен. Если вы одни, отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз. Покажите пустые руки, поднимите белую ткань, крикните «Сдаюсь» и выполняйте требования украинских защитников. Если вы сдаетесь в плен группой или целым подразделением, сложите все оружие перед собой на отдаленном расстоянии. Станьте прямо перед военной техникой. Заглушите ее. Она не должна быть в боевом положении. Выберите переговорщика для уведомления украинских военных о желании сдаться в плен. Это должен быть офицер или старший по званию, с белым флагом и без оружия. ВСУ гарантирует всем пленным право на жизнь и соблюдение запрета на пытки в соответствии с международным законодательством, амнистию тем, кто добровольно сдал военную технику и сложил свое оружие, а также телефонный звонок родным.